Весь мир в марте, кажется, ненадолго переместился в Берлин на ежегодную международную туристическую биржу. Более 10 тысяч экспозиций рассказывают посетителям о 180 странах, центре внимания специалистов, новое направление, а также технологическая и информационная революция в туризме. Туристическая выставка в Берлине – крупнейшая на планете. Пять континентов, без малого 200 стран, пять дней презентации, переговоров и неформального общения. Одним из самых заметных участников мероприятия этого года стала Индия. Страна остается чрезвычайно востребованным направлением на туристической карте мира. В Индию едут за достопримечательностями, духовными практиками и новым опытом. Индийские туроператоры не сидят сложа руки и ищут новые оригинальные форматы для потенциальных клиентов. В числе новинок – приглашение в сельскую Индию – организация пребывания в местных общинах. Мы разработали направление для тех, кто мечтает пожить реальной жизнью индийской общины. Это вариант для людей, которые стремятся к гармонии с природой. Наше предложение опирается на активы, которыми располагают местные жители, обитатели деревень. Туризм помогает им немного зарабатывать, приносит доход. Это пример устойчивого туризма. Мы хотим напомнить нашим гостям о другом стиле жизни, отвлечь их от безумного городского ритма, вернуть к созерцанию и осмыслению. Азия в целом и Китай в частности остаются на пике внимания международных путешественников. Регион – популярнейшее направление для молодых, рожденных в нулевые. Не случайно Азия предлагает уникальный микс передовых технологий и бережно хранимых традиций. Специалисты отмечают, сегодняшние 20-30-летние охотно планируют длительные и далекие путешествия. Например, в ЮАР по статистике активнее всего едут именно молодые. Ключевая концепция для молодых туристов – быть как местные. Относитесь ко мне как к местному, а я постараюсь вести себя как принято здесь. Буду есть вашу еду, пить ваши напитки. Вот такой подход их интересует. И да, технологии в турсекторе очень важны. Они позволяют снабжать информацию и заинтересованную аудиторию. Мы ведем статистику, работаем с большими данными. Это позволяет говорить сразу и с группой, и с отдельными потребителями. Люди чувствуют, что мы обращаемся именно к ним. Затрагиваем сферу их интересов. Албания, активно развивающееся туристическое направление, также выбирает технологии. Местный турсектор ставит глобальную задачу – показать миру, что Албания – еще и перспективная бизнес-площадка. Выбранная стратегия приносит свои плоды. В прошлом году страну посетили более 6 миллионов иностранных туристов, что на 20% больше, чем годом раньше. Туроператоры осознают, что время изменилось, и что сегодня они не просто продавцы путевок, а в некотором смысле IT-группы. Они выходят на новый уровень общения с клиентами, продвигают свои предложения в том числе и через соцсети, создают, меняют имидж страны. У иностранцев формируется понимание того, что да, Албанию нужно посетить хотя бы раз в жизни. Албания делает ставку на устойчивый туризм, который не наносит вреда окружающей среде. Число путешественников растет, и в этом контексте устойчивый туризм прочно входит в моду. После посещения того или иного места мы оставляем после себя что-то хорошее. Бережный, экологичный туризм – девиз Сейшельских островов региона, особо уязвимого на фоне глобального потепления климата. Напомним, что на Сейшелах действуют моратории на строительство крупных гостиниц и контролируется число приезжающих туристов. Здесь также запрещены некоторые виды пластиковых изделий – трубочки для коктейлей, одноразовая посуда и пакеты. Мы призываем всех гостей Сейшельских островов принять участие в этом увлекательном проекте – проекте сохранения нашей территории в первозданном виде. Мы предлагаем им варианты экологичного и безопасного для природы досуга. Одновременно мы призываем отели, туркомплексы присоединиться к программе бережного природопользования. Они могут прийти на экологичный режим функционирования, оптимизировать использование энергии, воды, закупать в свои рестораны продукты местного производства. Задачу устойчивого развития ставят перед собой и операторы воздушного движения. Новые технологии меняют наш способ перемещения в пространстве, позволяя сокращать выбросы двуокиси углерода в атмосферу. Так, авиаперевозчик Тай Эрвейс инвестирует в новые самолеты, более экологичные. Мы стремимся к самым экологичным технологиям. Забота об окружающей среде – наш приоритет. Именно поэтому мы закупаем современные лайнеры. Они экономичнее и меньше загрязняют атмосферу. Ну и помимо новых самолетов, у нас есть свод корпоративных, социальных правил, обязательных к исполнению. Значительная часть этих норм касается бережного отношения к окружающей среде. Мы чувствуем наступление эпохи грамотного управления отходами и работаем в этом направлении. Международная туристическая биржа в Берлине – прекрасная возможность для участников отрасли и политиков обменяться опытом и идеями. Специалисты единодушны. Грамотная организация туристической инфраструктуры напрямую влияет на здоровье того или иного региона. Наш турсектор активно растет, а с ним растет и ответственность за окружающую среду. Важно, чтобы туристическая деятельность стояла на рельсах устойчивого и, что особенно важно, экологически бережного развития. 65% Грузии – это горы и зеленые ландшафты. С вопросом грамотной организации туристической инфраструктуры напрямую увязаны решение проблемы избыточного туризма. Многие страны сегодня продвигают ранее малоизвестные курорты и так снижают нагрузку на наиболее популярные туристические районы. Избыточный приток посетителей – серьезная проблема для многих направлений. Например, это ощущается в Венеции, в Дубровнике. Нам нужны меры для снижения нагрузки на такие регионы. Можно вводить ограничения или какие-то финансовые сборы, чтобы в перегруженный город нельзя было въехать бесплатно. Да, есть разные варианты подхода к этой проблеме. Большого внимания посетителей Берлинского туристического форума в этом году удостоился Китай с его интереснейшим стендом и целым пакетом новых предложений. Для зарубежных гостей Поднебесной туроператоры рекомендуют, к примеру, посещение южной провинции Хайнань. Тамошний город Санья называют Гавайями Востока. Не случайно. Хайнань – это тропический остров в самой южной провинции Китая. Он расположен на той же широте, что Гавайи и Пхукет. Первое впечатление от Хайнаня – солнце и пляжи. Почти две тысячи километров береговой линии. Свыше 60 чудесных заливов, более 70 природных горячих источников и 80 с лишним горных пиков высотой свыше тысячи метров. Мы проводим максимально удобную безвизовую политику. К нам могут свободно приезжать представители 59 государств. Среди них много европейских стран. Например, Германия, Великобритания и Франция. Бурное развитие туризма и освоение новых рынков в планах у филиппинских туроператоров, также активно представленных в Берлине. В фокусе их внимания, в числе прочих, туристы из России и стран Ближнего Востока. Мы все активнее выступаем за диверсификацию туризма. Не хотим ограничиваться стандартным предложением горы, пляжи. В фокусе нашего внимания – варианты погружения гостей в реальную жизнь страны, предложения нового опыта. Мы чувствуем, как меняются ожидания туристов. Людьми прежде всего движет интерес. Это главный мотор. И сегодня мы хотим заинтересовать туристов нашей страной, ее историей, культурой, людьми. Наша задача сейчас – создать информационное поле, контент с прицелом на активный приток гостей в ближайшие десятилетия. Причем мы рассчитываем как на внутренних туристов, так и на приезжих из-за рубежа. Международная туристическая биржа в Берлине в очередной раз показала самые интересные фрагменты быстрорастущего глобального туристического пазла и позволила участникам отрасли сверить часы, а гостям вдохновиться перспективой новых путешествий.